Размещенная у регионе внутренней войске, это, прежде всего, поисковая часть 55-25. За час своей деятельности она прошла шлях от особного специального материзованного батальона милиции с местом постоянной дислокации у Гомеля, до особной специальной милицейской бригады, чьи подразделения находятся у Гомеля, Мазары, Речицы и Светлогорску. У гэты день тут организовали спортивное свято. У мужчинским коллективе продемонстровать свои физичные сдольности за все это было престижным. Але у гэтам подразделения добрая физичная форма, еще и прессийная необходимость. Сегодня военнослужащие войсковой части забеспечивают парадок на улицах городов, конвоируют неволенных и оховывают объекты. Все мероприятия общественные, спортивные массовые, все проходят не без участия военнослужащих части. Это во всех городах, в которых дислоцированы подразделения, также в Гомеле. И довольно-таки высокую оценку заслужили со стороны руководства Гомельского УВД. У войсковой части 55-25 прозываются далеко не самую слабую молодость – физично и морально. За час службы становочие якости развиваются еще больше. Вырос об тем, что армия робится с подлетков мужчин, до этой бригады – мое самое непосредственное дочинение. Владислав Женков с городского поселка Октябрьский вернется до дому в мае этого года. Спецназовцем с карповым пиретом – это высшая форма знака военнослужащих подразделений у специального предназначения. Я очень рад, что служу во внутренних войсках, потому что она закалила меня как морально, так и физически. Она подготовила меня к издаче на краповый берет. Я считаю, что во внутренних войсках вообще в армии должны служить все мужчины. Это священный долг каждого гражданина Республики Беларусь – защищать свою родину. В джонный час у покоя казармы могут проводиться только специальные занятки, але в этот день все предупрежденные мероприемции проходят выключены на улице. Узорный парадок, який потребуется у тымлику из-за помоги камер вида надзирания, картинка выводится на экран дежурного по войсковой части. Хоть и этих обмежеваний, которые часто были в советской армии, зараз уже нема. Провновать казарму с домом нельзя, але практически каждый военнослужащий войсковой части 55-25 имкнется створить колесового ложка, нечто на ксталбаськовского кутка. Командование ничего супрать немае. На тумбочках каля ложку фотосдымки самых близких людей – батьков и каханых девчонок, которые чекали солдаты 18 месяцев. У мае частка военнослужащих демобилизуется, заберегает фотосдымки с собой, але на их месте заявится новое, бо придет новое пополнение. Служба в войсковой части 55-25 протягивается. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, телерадио компания «Гомель».